В последние дни я приболела давлением. Долго сомневалась, стоит ли мне сейчас выходить в эфир. Но так как мой канал позитивный, решила, всё-таки стоит. И сделайте вам видео о моих радостных, ярких и в то же время сказочных покупках. Приятного вам просмотра, мои дорогие друзья! Я и самый лучший в мире зритель. Давно я вам не показывала свои покупки, но вот сегодня решила немножко показать. Вот купила такую замечательную вазочку. Вы знаете, что я очень люблю оранжевый цвет. Когда вы покупаете сервизы с оранжевым цветом, меня это всегда приводит просто в восторг. Ну вот сегодня я купила такую вазочку. Вы знаете, что у меня есть много с оранжевым цветом. Например, молочник и чайная пара из Польши. Ну вот. И это у нас сумская фабрика. Смотрите, какая прелесть! Да. Так вот, если показать её... Ну, она достаточно большая. Вот такая красота. Но у меня не только к этому есть. Вы помните, у меня были чайные пары, и я даже пыталась осенью делать с ними такой небольшой сет. Давайте вспомним, как же там было, как это выглядит и подойдёт ли эта вазочка. В этом сете герои, а вернее героини, это чайная тройка Дулёва, Рубин и чайная пара Дулёва. Ну, а также чайник, броницкий фарфоровый завод, Возрождение. Как вы видите, всё собрано из предметов разных сервизов. Ну, что же их объединяет? Объединяет их цвет. И благодаря ему получается очень гармоничный сет. И вот теперь плетёную корзиночку на заднем плане заменит эта ярко-оранжевая вазочка, что улучшит сразу общую картину. Ещё одна моя покупка – это сахарница с шиповником. Ну, я думаю, что вы по весне помните, как я на даче делала тоже сет с шиповником. Ну, вот у меня теперь вот туда такая замечательная сахарница. И обратите внимание, что здесь рисунок нанесён вручную. Вот такая красота. На крышечке тоже цветок, но это, по всей видимости, уже деколь. И вот здесь также. Здесь, видите, и золото есть даже. Вот такая вот прелесть. И мне очень нравится форма этой сахарницы. Необыкновенная. Ну, и давайте посмотрим всё-таки, откуда же она к нам пришла. На каком заводе её сделали. Это довбыш. Вот написано, синий клеммон, написано второй сорт. И девятка стоит. Ну, а теперь давайте вспомним всё-таки наш сет и посмотрим, подойдёт ли туда наша сахарница. Ну, представим себе. Лето, дача, летний завтрак за чайным столом с посудой шиповничек. И купленная мной сахарница должна заменить вот эту сахарницу с неродной крышкой. И посмотрите, какие красивые шиповники на чашке Дулёва. Почему, вы думаете, я вам никак не могу показать сервировку стола с конаковской посудой? Потому что я продолжаю делать покупки. И вот эти вот тарелочки это ещё одна моя покупка. Вот эта тарелочка с синим цветочком это тоже моя покупка. Вот это вы видите, что видите, по сторонам у тарелочки такие вот ручки. Ещё одна моя покупка этот изумительный косовский кувшинчик ручной работы. И посмотрите, как он его краски хорошо сочетаются с конаковскими тарелочками. Создавая такой приятный, интересный ансамбль. Вообще, красота! Так же, как и сочетаются цвета с этой тарелочкой, да? Ой, красота! Маленький цветочек. Вот ещё одна моя покупка. Вот такой вот горшочек прекрасный. Который всегда нужен или для тёплой картошечки, или для жиркова. Или ещё для чего-нибудь. Конечно, как можно обойтись без такого огромного подноса. Тоже ручная роспись. Но для второго он просто необходим, блюдо. Стол не такой большой, но здесь можно на этом блюде разместить очень многое. Ну, вот ещё одна моя покупка. Так что, видите, на столе уже становится красиво. Ещё одна моя покупка. Вот эти замечательные часы. Янтарь советского времени с кварцем. Здесь, видите, красивый красный бархат. Внизу тоже вот такие детали на ножках. Вот с такими завитушечками. И сейчас немножечко расскажу вам про эти часы. А знали вы, что совсем недавно, около 30 лет назад, в нашей стране была одна из крупнейших в мире часовых промышленностей. Производство часов СССР прошло трудный путь. На пике своего развития в конце 20 века в СССР действовало около 15 крупных часовых заводов. Кроме того, часы выпускались как дополнительная продукция ещё на ряде предприятий. По разным оценкам в год выпускалось от 50 до 70 миллионов часов. И треть этого количества СССР экспортировала в другие страны. А знаете ли вы, что в СССР всего два города могли похвастаться тем, что в них расположены два часовых завода? Это Москва и Ереван. И помните, что в Москве первый московский часовой завод это полёт и второй московский часовой завод это слава. И перед вами как раз продукция Орловского часового завода Янтарь, который был основан в 1950 году. А первую партию будильников он выпустил уже в 1952 году. Особой популярностью пользовались часы с кварцевым механизмом и в деревянных корпусах. Обнимаю вас, мои дорогие. Молюсь за ваше здоровье. Всего самого хорошего. Дорогие, я с вами. здоровья. Редактор субтитров